Дорожные заметки Я, конечно, понимаю, вот этот вот, назовем его, реабилитационный период после начала войны, когда у людей была сильнейшая психологическая травма, многие бежали от этой войны, до сих пор пытаются бежать, искали себе убежище, искали себе помощи. И, естественно, государство, как нормальное цивилизованное общество предоставляет эту помощь в виде крыши над головой, в виде социальных пособий, допустим, или еще чего-нибудь. Они стараются всячески показать людям, что они здесь не то, что не чужие. Ну, чтобы они себя чувствовали здесь примерно как дома, да? Но некоторые чувствуют себя настолько вольготно, что ведут себя действительно как отбросы общества. Но немецкое демократическое общество пошло дальше и больше. Оно позволило им, так же, как и вот мусульманским вот этим вот африканам и так далее, открывать свои мечети, открывать свои церкви. То есть не строятся здания, нет. Католические или евангельские церкви предоставляют или свои помещения, или залы для собраний под вот эти вот церковные мессы украинской православной церкви. И вот они там проводят свои службы, естественно, поминают тех, кто умер, проводят свои вот дальнейшие вот эти молебны и так далее. Но в этих молебнах они также упоминают о том, что было бы неплохо, если бы все оккупанты и русские сгинули с лица земли. Вот такие вот дела. То есть люди, приехавшие сюда и ищущие, до сих пор ищущие помощи от тех же самых русскоговорящих, проживающих здесь, десятилетиями людей, десятилетиями не таких беженцев, как они. Это люди, которые живут здесь уже фиг знает сколько лет. И причем, почему они здесь живут? Потому что они не хотели оставаться в том политическом строе, который или создавался при Советском Союзе, или после распада Советского Союза. Так вот, эти вот граждане, беженцы украинские, проживая в социальных квартирах, получая сумасшедшие пособия на свои семьи, многие из которых до сих пор не хотят работать, просто отказываются от того, чтобы идти трудоустраиваться, они еще в своих вот этих вот молебнах, в своих вот этих вот местах поминают то, что желательно было бы, чтобы все вот эти вот русские, ну, помимо тех оккупантов, которые напали на Украину, чтобы желательно все русские сгинули с лица земли. Вот. Но в то же время, эти люди, выходя после своих вот этих вот церковных мес на улицу, заходя в магазин и видя, что они не бум-бум в немецком языке до сих пор уже, спустя два года, обращаются за помощью к тем же русскоязычным, русскоговорящим, которым они буквально вот час назад или день назад желали сгинуть с лица земли. Какие-то, получается, видите, двойные стандарты. С одной стороны, вроде бы, ненавидят русских, а с другой стороны, обращаются к ним за помощью. С одной стороны, хотят, чтобы этих русских вообще здесь не было, а с другой стороны, блин, как хорошо, что вы мне помогли, а то ведь я перевести нифига не умею, я еще, я плохо язык-то понимаю и так далее. И неудивительно, что во многих городах, я не говорю, что маленькие деревушки или маленькие городишки в Германии, нет, во многих городах уже очень редко встретишь, где на городской ратуши или на здании горсовета украинский флаг, потому что даже сами политические власти просто-напросто устали от того поведения, которое здесь показывают украинские беженцы. Я не хочу сказать, я не говорю, что все они такие. Нет, из миллиона с лишним, сколько там, миллион, миллион двести или миллион триста тысяч украинских беженцев работают на данный момент около двухсот тысяч. Около двухсот тысяч. Примерно пятьсот тысяч это больные, старики, дети, школьники. Все же остальные люди, это вполне здоровые, трудоспособные люди. Они не хотят работать, потому что они говорят, а зачем нам работать? Зачем нам работать, когда, если ты сидишь на социале, то государство за тебя платит за квартиру, а квартиры тут в Германии жутко дорогие. От семисот до тысячи с лишним евро в месяц квартплата. Это же нужно как работать, чтобы уметь оплачивать эту квартиру? Намного проще сидеть на социале. И так говорят практически все украинские беженцы. Да, неприятный момент, очень неприятный момент. Но есть в этом и положительная сторона. В городах сейчас стало намного меньше вот этих вот машин. Майбахов, Мазерати, Лендроверов, вот этих вот электрических вот этих на батарейках, Теслов или еще какой-то дряни, блин, стало намного меньше. Потому что этим людям просто-напросто в социальных учреждениях, куда они приходили за социальной помощью, требовать, чтобы им подняли социал выше, потому что они привыкли жить хорошо и классно ходить каждый день по ресторанам. Им сказали, у вас есть машина? Ну, они не знали вот этого момента. Сказали, да, у нас есть машина. Какая у вас машина? А у меня вот Мерседес. Какой Мерседес? А у меня Мерседес 600. А, отлично. Вот, значит, продайте ваш Мерседес. И потом, когда вы истратите все деньги от продажи вашего Мерседеса, придете к нам в социальную контору, и мы вам оформим социальную помощь. Это на самом деле так немцы говорят, вернее, вот эти вот бюрократы немецкие. Это не только этим украинским беженцам, это всем так говорили и говорят до сих пор. Почему нужно платить социальную помощь тем людям, которые смогли позволить себе, допустим, вот такую машину, как едет сейчас впереди меня, да? Вот этот Hyundai Taxon. Его красная цена, сейчас вам скажу, вот такая вот машина, как впереди меня, она стоит, бензиновая, она стоит около 28-30 тысяч новая. И на таких машинах тоже приезжали. Так что вот делайте выводы, как говорится, господа, делайте выводы. И, пожалуйста, не обижайтесь на правду. Я понимаю, что правда горькая, но ложь она все-таки слаще, ее приятно слышать ушам любого человека. Но от правды никуда не убежишь. Вот такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok